один из часто задаваемых вопросов как снимаются пружины на mercedes с такой подвеской в общем пружина идет отдельно и сейчас мы как раз будем снимать такой съемник не буду советовать никаких способов без съемника я уже пробовал снять можно но это муторно и собственно опасно для здоровья в общем такой вот съемник сейчас пружинку зажмем отпустим и покажу что за что съемник то есть штырь просовывается снизу в рычаге как раз есть отверстие просовывается сам съемник и он идет через чашки верхняя нижняя я просто что вручную не крутить кручу пневмой пистолетом явно быстрее ну и наверное все аккуратнее надо с датчиками ничего не повредить так да вот она уже шатается сейчас я откручу стойку маленько нажмем на рычаг и он выйдет так стойку мы открутили аккуратно все это складываем теперь можно нажать на рычаг собственно стойка у нас ходит единственно так чтобы штырь не уперся у нас подушку иначе можно повредить подушка целая можно поставить его вот ну и собственно кружинка у нас свободно выйдет такая вот штука опасная для здоровья далее как я ее разжимаю опять же всегда имеем ввиду что съемник может сорваться слететь нам и так далее я зажимаю вот так между деревьяхами и сверху ложу еще вот так то есть если даже что-то отлетит она отлетит в какую-то сторону но не мне в лицо и сейчас собственно то же самое откручиваем он разжимается и отпускает пружину считаем раз два три 4 5 6 7 именно 7 витков зажмем меньше не выйдет пружина зажмем больше не хватит съемника чтобы отпустить ее то есть он стрельнет но это я как бы опять же по своему съемнику посчитал прикинул несколько раз попробовал мне именно такое количество нужно вот и все то есть как раз его хватает чтобы она опустилась но сам съемник представляет из собой такую вот штуку сейчас вытащу все это и покажу да можно всякими пружинками стяжками и так далее но это мучение пружина стоит у них неровно на полу месяцем поэтому это издевательство то есть вот как он выглядит такая вот вещь просовываем между витками одну чашку дальше съемник сходит он устаканивается и другая чашка уже просунута то есть мы через нее просовываем поворачиваем так не так вот так вот просунул повернул зафиксировал все и далее он просто сжимай то есть он резьбой сжимается и разжимается в общем то все просто когда есть хороший инструмент это не реклама инструмента за это мне никто не платил тут дело именно в удобстве и безопасности сам съемник представляет собой отсюда и такая штука так надо раскрутить собственно пружинки наши сняты далее сейчас я сниму стойки опущу рычаги уберу полностью подвеску также снимется задняя задней по поводу пружин можно не заморачиваться спокойно там выходит там с помощью домкрата все это снимаем весь подрамник опускается произвожу демонтаж подвески и обнаруживаю странные ремонты здесь вот так вот проварены диски вернее защита кожу также с другой стороны видимо когда-то отпали они поискать на замену лена но это ладно больше всего поразил ремонт сзади вот такая система это какая-то пластина этой пластин тут бы не должно просто идет подушка стойки шайба упор и все то есть должна упираться в корпус она пластина и как бы чтобы было понятно это я сейчас лампу в багажник засунул вот так то есть это отверстие в багажник вот так все это выглядит то есть там все печально будем разбирать кто-то видимо наскоряк решил проблему и так и и а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь у нас небольшое отверстие. Отверстие это уже ведет в багажник. Это у нас правая чашка амортизатора. И она вот в таком состоянии. То есть будем ее лечить. Видимо подложили просто, чтобы амортизатор не вошел в багажник. В общем, все это дело будем поправлять. И что хочется сказать по передней стороне. По передней стороне обратил внимание на правую чашку. То есть обнаружились среди ремонта. Вот здесь. То есть как видим был шовчик. Пытаешься подсветить, чтобы это все было видно. Вот здесь вот варили. И потом залили что-то типа мастики, антигравий такой. Не знаю. В общем, заметил это по чашке. Когда вынимал правую пружину. В общем, здесь обратил внимание на вот эту вот резиновую проставку. В общем, видим такие на ней следы. То ли не снимая, пытались варить. Видите, она поплавлена. В общем, то ли уже по горячему поставили. Непонятно. В общем, чашка под замену. Ну, то есть вот эта вот резиновая. Вот так вот она поплавилась. В общем, все это под замену. Ну и чашка на кузове в работу. Продолжение следует...